Днем, замечая на дорогах города байкеров, кто-то смотрит на них с интересом, другие с восхищением, а многие просто не замечают. Однако отношение к мотоциклистам резко меняется ночью, особенно у тех, кто проживает в домах, расположенных вдоль оживленных дорог и магистралей. Шум, издаваемый мотоциклами, не дает заснуть тем, кто только готовится отправиться в объятия «Морфея» и жестоко вырывает из сна тех, кто уже видит десятый сон. В адрес госавтоинспекции с открытием мотосезона постоянно обращаются граждане с жалобами на неадекватные действия водителей мототранспорта, на излишний шум, который они воспроизводят. В частности, при организованных собраниях водителей мототранспорта, которые они организуют на территории различных развлекательных комплексов, постоянно граждане жалуются на то, что они ведут себя достаточно шумно. Однако максимум, что в данном случае могут сделать сотрудники ГИБДД, это выехать на место сборов байкеров, проверить их документы и провести профилактическую беседу с водителями. А вот если по улице на немыслимой скорости промчалось несколько мотоциклистов, разбудив тем самым жителей окрестных домов, то с этим, как это ни печально, ничего уже не поделаешь. Догнать таких нарушителей спокойствия практически невозможно. Да и камеры видеонаблюдения вряд ли помогут. Большинство таких гонщиков ездят на незарегистрированных мотоциклах и зачастую даже не имеют прав нужной категории. И, кстати, именно они становятся виновниками большей части дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Так, в этом году количество подобных ДТП увеличилось на 50%. Самым распространенным нарушением среди водителей мототранспорта является управление транспортным средством водителем, не имеющим категории, но управление таким мототранспортом. За подобное правонарушение водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. А вот если мотоциклист разъезжает на незарегистрированном транспортном средстве, то помимо штрафа его вполне может ждать лишение прав на несколько месяцев. Против нарушений правила дорожного движения выступает Союз мотоциклистов Рязани. Образован он был около двух лет назад с целью популяризации мото-движения активного образа жизни. Члены этой общественной организации уверены, те байкеры, которые вступают в различные клубы и объединения, состоявшиеся люди. Им нет нужды гоняться на бешеные скорости по ночным улицам. Скорее всего, это самоутверждение каких-то определенной группы населения. Скорее всего, это молодые ребята, которые только что купили мотоцикл, им как-то надо выделиться, может быть где-то там газануть и прочее. В основном состоявшиеся люди, байкеры и в принципе состоявшиеся люди, им не нужно создавать какой-то звуковой порог, чтобы разбудить в домах всех жителей и обратить на себя внимание. Это говорит не только о мотоциклистах. Есть и автомобилисты ездят, ставят такие глушители, которые не проходят ни один технический осмотр. Чтобы бороться с ними, я считаю, должны быть компетентные органы, которые проводят технический осмотр средств и выдают соответственные рекомендации. К слову, штраф за неисправные глушители составляет всего лишь 500 рублей. Это при условии, что шумного мотолюбителя удастся догнать. Выход из сложившейся ситуации предложили на сайте российских общественных инициатив, а именно запретить передвигаться в черте города на мотоцикле с 10 вечера до 7 утра. Конечно, подобный законопроект, если он будет принят, вряд ли придется по вкусу байкерам, да и проблему, скорее всего, не решит. Во-первых, те, кто таким образом нарушает покой граждан, они уже вне закона. Это, как правило, люди, у которых не зарегистрированы мотоциклы, нет прав, нет экипировки. То есть, ну, как бы, молодежь, которой некуда девать свою энергию. Поэтому я думаю, что закон это ни к чему не приведет. То есть, это слишком радикально и бессмысленно совершенно. Нормальные люди не смогут ездить, а они нормальные продолжат ездить. Кстати, голосование по вопросу принятия данного федерального закона на сайте российских общественных инициатив закончилось в марте этого года. За проголосовало свыше тысячи человек. Против – чуть более 700. Цифры в масштабах страны абсолютно несерьезные. Так что вряд ли подобный закон в ближайшее время будет принят. По мнению байкеров, выход один – работать с молодежью и объяснять, что погонять на высокой скорости можно на треках или на специальных соревнованиях. У нас вот, допустим, в городе в прошлом году проводился кубок Супермото, там этап кубка Супермото, кубок всероссийский. Приглашались все желающие. Один из видов заезда был для любителей. У нас таких любителей не нашлось. По улицам погонять все готовы, на задних колесах, передних. А вот сразиться там, в честной гонке какой-то прокатиться, к сожалению, приехали единицы. Так что остается надеяться на сознательность мотоциклистов или же пойти по пути Европы и устанавливать на оживленных магистралях лежачих полицейских, чтобы не давать возможности байкерам набирать высокие скорости. Продолжение следует...